Свой голос депутаты отдавали беззвучно. За состав комиссии, которой доверят выбирать нового сети менеджера, голосовали тайно. Общественные организации и горожане предложили в комиссию 10 кандидатур. По уставу выбрали только 6. Тех, что набрали большинство голосов. Следующие кандидатуры. Бедина, Гладилов, Мерзоев, Прохоров, Сарабкин, Утоплов. Ни одной фамилии из комиссии прошлого года. А вот среди трех обязательных кандидатур от губернатора все те же лица. Марина Дедюшко, Александр Синьков, Елена Воробьева. Депутаты от фракции ЛДПР этим не очень довольны, как и работой того, кого они в свое время выбрали. Поэтому всем составом либерал-демократы голосовали против окончательного списка комиссии. К ним присоединился и единственный на заседании представитель фракции КПРФ. Если по шкале школьной, садитесь в неведомки два. Твердая двойка работы, именно его команда. Мы хотим свое мнение только выразить. Что касается новой комиссии, я думаю, будет ошибкой включать в эту комиссию тех людей, которые уже избирали нам единогласно кандидатуру предыдущего сити-менеджера. Либерал-демократам не хватило прозрачности. Недовольны тем, что по итогам работы первый глава администрации перед депутатами так и не отчитался. Потому что работал меньше года. Впрочем, от депутатов уже мало что зависит. Конкурсная комиссия сформирована, в конце июля объявят сам конкурс. Один стопроцентный участник уже есть. Ну, конечно, я буду участвовать в конкурсе. А как вы оцениваете свои шансы? Ну, стараюсь сделать так, чтобы победить. Ха-ха-ха-ха. Закончить свою работу. Затем на очередное заседание, это 29 сентября, если не будет, не очередной, связанный с бюджетом, тогда будет рассматриваться эта кандидатура. В конце сентября, я думаю, город определится с кандидатурой на замещение вакантной должности главы администрации города. Но многие, в том числе сами депутаты, не скрывают. Город давно определился. И в конце сентября не тайное станет явным, а явное закономерным. Ольга Канюшкина, Василий Пронькин, Альфа Новости.